Обгоревшие детали двигателя, словно разорванный фюзеляж и пепел, это все, что осталось от легкомоторного самолета СКС-101. Воздушная машина рухнула в субботу. Свидетелями крушения стали местные жители и отдыхающие здесь люди. Некоторые из них тут же бросились к месту падения, чтобы помочь пострадавшим. Взяли, значит, они эту аптечку, гнутушитель, побежали, там уж все. Там последний посад, они думали, что он сюда, на наш проводник и дом-то упадет. Оперативные службы стали прибывать к месту падения самолета спустя несколько минут. На борту разбившейся машины было два человека, и пилот, и пассажир погибли. Тела их сильно обгорели. Как выяснилось позже, экипаж принимал участие в выставке летательных аппаратов в рамках шоу малой авиации «Воздушные кони». На взлетно-посадочной полосе уговорил фиамского завода «Агат». Борт приземлился еще до обеда. В начале пятого вылетел обратно. Как утверждают очевидцы, проблемы у самолета возникли уже в воздухе. Данный самолет совершал какую-то траекторию, с которой у него крылья обломились, и он вот так совершал все это и упал. Оперативно-следственная бригада у деревни Пурлева работала несколько часов, но официальные версии случившегося следственный комитет на транспорте пока не озвучил. Спустя некоторое время после аварии в интернете некоторые электронные издания уже писали, что разбившийся самолет вылетел в сторону Московской области и должен был приземлиться в Твери. Утром и днем в районе была ветреная погода, и разрешения на полеты не давалось, но во второй половине дня ветер стих. Взлет самолета видели многие гости шоу малой авиации. Ужасная трагедия. Были там, сняли взлет этого самолета. Все же было нормально. Как так? Соболезнования родным. Появились в интернете и сведения о погибших. Это двое мужчин 73-го и 75-го годов рождения. Называются даже их фамилии. По некоторой информации погибшие летчики-профессионалы гражданской и военной авиации. Георгий Колчин, Андрей Иванов. День в событиях.